шалом друзья мессианская община шавей цион студия уазис медиа мы продолжаем откровение и она как я сказал когда читаем откровение без экстрима к пророчеству относим как пророчеству к видению как к видению главное чтобы наше сердце настроилась вере чтобы мы могли воспринимать адекватно вещи которые сказаны непонятное пусть будет непонятным она пробуждает нашу внутренность а то что понимаем понимаем и наши глаза наши уши становятся более восприимчивы к тому что вокруг нас мы смотрим новости мы видим людей мы знаем что то и другое происходит когда к чему это сказано это к прошлому будущему вопросы всегда будут но мы по крайней мере можем правильно реагировать на обстоятельства являя всегда другим людям образец мы верим в господа бога мы на него уповаем мы верим в его сына спасителя и это наше основное послание в этот мир для этого мы живем 2 глава ангелу ефесской церкви напиши так говорит держащий 7 звезд в деснице своей ходящий посреди 7 золотых светильников мы уже говорили что 7 золотых светильников и там раньше оно истолковалось в первой главе что это суть 7 общин или свет людей которые воспринимают в себя бога который через ешуа выводит нас из тьмы в свет чтобы мы отражали рефлектировали его свет другим людям не мы являемся светом очень важно понять этот момент конечно в определенном мере да мы же просвещены но вот это я я вам скажу я вам это не здесь подчеркивается мы рефлектируем откровение божие это должно понимание держать нас в определенном смирении ангелу ефесской церкви ангелу или пастору наставнику есть разные мнения кстати некоторые говорят что у каждой общины есть ангел покровитель возможно и так я больше склоняюсь что здесь говорится к человеку который являлся руководителем этой ефесской общины есть мнение что это был тимофей возлюбленный ученик который ходил долгое время с павлом а потом был наверное передан под подчинение и она вопрос открытый нам очень сложно понять на 2 стих знаю дела твои труд твой терпение твое это что ты не можешь сносить развратных испытал тех кого называют кто называет себя апостолами они не таковы и нашел что они лжецы во первых важно понять что эфес эфес это город в турции сейчас нам развалины или может быть есть что-то маленькое рядом но раньше это был мегаполюс громадный город интенсивнейший центром этого города история нам рассказывать было поклонение артемиде а старте в греческом языке артемида то есть культ плодородия сексуальная аморальная распущенность там были еще сотни других идольских храмов и вот посреди вот этого мегаполюса бурлящего не только религиозной жизнью это был бизнес-центр поэтому там большая еврейская община была мы знаем что и сегодня лондон нью-йорк это места где есть много людей с разных концов земли у которых там много бизнесов и активная жизнь в этот город ворвалась искра божия началось пробуждение многие люди пришли к вере и когда есть пробуждение то есть всегда анти пробуждение потому что под эгидой благой вести часто приходят лжеучителя сегодня мы видим то же самое телевидение газеты которые показывают лже учителей которые говорят вроде бы и слова правды но живут допустим развратным образом жизни в тайным потом это открывается целые целые семьи рушатся к сожалению но это ничего не новое есть такое выражение в евангелиях волки в общей шкуре и по делам их узнаете их и тогда они были и вот здесь ешуа через и она говорит ефесской общине и руководителям вы смотрите кого допускать чтобы учили ваш народ а кого обличать жестко чтобы эти лже апостолы уже миссионеры не наговорили вам каких-то бредней мы сегодня живем в израиле и к сожалению сюда тоже прорывают различные люди которые часто выглядят очень эффектно приходят с массированными служениями за ними вопрос что стоит и насколько их слово соответствует еврейской библии и смыслу и пытаются насадить наставить свое я уверен в разных странах подобные вещи существуют на пасторах есть ответственность обозначать видеть различать и очень важно чтобы мы могли делать это и к сожалению очень часто паства люди общины сегодня это к сожалению часто мы видим очень просто раскрывают сердца свои для какой-то другой новости и потом их просто нужно спасать потому что настоящая коля кораблекрушение в их вере наступает люди знаются параноиками становятся боязненными начинают само исследовать себя отречение разрушение проклятий живите правильной жизнью жизни общины жизни своего народа будьте людьми и вы увидите что следование за простотой слова божьего выстраивает освобождает и избавляет вас и делает прорывы без всяких экстримов вот так нужно вести себя третий стих ты много переносил имеешь терпение для имени моего трудился и не изнемогал но имею против тебя что ты оставил первую любовь и так вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела есть не так то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места если не покаешься я хочу здесь поднять еще один вопрос который по моему важен если мы читаем самого начала вторую главу то мы видим ешуа который ходит посреди семи звезд и его внешность для меня по крайней мере сильно напоминает еврейского первосвященника я уже в других своих учениях поднимал эту мысль и я не то чтобы держусь за не очень жестко но некоторые культуры настолько развращаются что чтобы им исправиться и следовать за господом богом им нужно отказаться от своей прежней даже традиционной культуры возможно в ефесе было нечто подобное это интенсивность идольской жизни была настолько разрушительно что когда они ефесяне обратились господу богу многие на себя приняли еврейские обычаи и возревновав о них двигались за господом и могли соблюдать свою веру но потом жизнь большого города они начали как бы послабляться и опять стали встречаться со своими бывшими друзьями иногда нужно было встретиться по деловым вещам и возможность есть идола жертвенная вот здесь вот приходит это обличение выбрав путь держитесь избегайте не то чтобы старых друзей но привычек и традиции старого образа жизни и держите путь именно поэтому особенно для людей которые были далеки от еврейского от библейского образа жизни когда они приходят и получают новый стандарт жизни очень важно удерживать его быть разумным не надо быть опять-таки здесь экстремистом но вот здесь господь ешуа обличает ефесян говоря вы оставили взгляд на меня вы опять осуетились 6 7 стих впрочем и в тебе то хорошо что ненавидишь дела николаитов которые я ненавижу имеющие ухода слышат что дух говорит общинам церквям побеждающему дать вкуша дам вкушать древо жизни которая посреди рая божьего николает и слова николает и очень непростое есть два мнения на эту тему одно из мнений говорит что в первое общение был такой диакон николай который на каком-то пути потом на ком-то в этапе своего раза че или разочаровался изменил свое мнение и стал учить что наш внешний образ жизни не имеет никакого общения и нам нужно соблюдать только внутреннюю веру а тело она может быть как этот мир грешит получать удовольствие потому что в конечном итоге она умрет а после воскресенья она будет обновлено естественно такая позиция это глупая позиция наши дела идут за нами то что мы делаем в нашей жизни сейчас идет за нами будет на престоле господа судима и наша вера в ешуа еще более заставляет нас смотреть за стилем нашей жизни в матфея сказано если ваша жизнь и ваша праведность не превзойдет то есть мы должны быть в некоторых вещах в некоторых вещах более аскетичны к сожалению многие верующие а мне все позволено благодать другое мнение по воду николаев имеет несколько другой смысл николай ты или в иврите есть такое выражение но хэль и она когда это слово но хэль преобразовалась через уста нескольких слышащих может преобразоваться в николает но хэль с иврита это значит паразит и эта мысль тоже очень интересная особенно для руководителей и пасторов общин мы знаем что часто в общинах есть люди которых можно назвать паразитами но хлим которые им удобно они от себя ничего не хотят оторвать они просто часть общины и они всегда потребители здесь ешуа призывает ненавидеть не потребителей а дела но хлим то есть видя их дела останавливать их и они часто эти но хлим эти паразиты выражают свою слабость они говорят вот помогите мне мне ну мы знаем из священных писаний если ты хочешь помощи от господа бога увидь вокруг себя слабее себя иди помогая им и тогда твой паразитизм отойдет тогда ты исцелишься и будешь нести доброе другим людям и здесь когда ешуа говорит ангелам или пасторам руководителям вообще он говорит смотрите каждой среде есть паразиты ненавидьте дела их подходите к этим людям и нежно но настойчиво обличайте говоря сестра брат ты не можешь продолжать такой образ жизни ты не можешь все время сосать от других людей пососал месяц два год два все хватит сейчас начни вести ответственный образ жизни не греши не вытягивай силы лучше научись помогать другим людям и увидишь благословение которое приходит к тебе мы продолжаем читать 8 9 стих ангелу с мирской общины церкви напиши так говорит первый последний который был мертвый все живы знают твои дела и скорби нищету впрочем ты богат и злословие от тех которые говорят о себе что они иудея не таковы но сборище сатанинское здесь я остановлюсь и хочу немножко разобраться смирно это еще одна город в азии сегодня это в где-то город измир в турции и наверняка это не совсем тот самый город который сегодня существует наверно там где-то рядом и центром поклонения в этом городе была вера в митру что интересно легенды или истории о вере в митру тоже говорили о смерти и воскресении вы знаете есть такое выражение в еврейской традиции что когда господь дал израилю откровение о себе брызги откровения брызги света распались по всем другим народам вот эта мысль о смерти и воскресении она присутствует не только в еврейских священных писаниях она присутствует также в некоторых языческих религиях и когда некоторые начинают говорить вот вы верующие в ешуа просто определенного нового уровня язычники на самом деле нет первые упоминания воскресении смерти они в еврейских священных писаниях но естественно и в других народах были вот эти ожидания будет какая-то смерть и будет какое-то воскресение в смирне это было создаточено на божестве митра но но нам важно понимать что вот здесь именно с этими словами ешуа обращается к верующим в смирне я первый и последний не митра я который был мертв и все жив и это то последствия это это то 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 послание которое передается верующим и здесь еще такие слова знаю твои дела и скорби нищету и злословие тех которые говорят о себе что они иудеи но они таковы на сборище сатанинское некоторые очень быстро из-за вот этого стиха начинают говорить на иудеев которые не верят в ешуа что они сборище сатанинское абсолютно не ту мысль несет данный стих по всей видимости в и в смирне была группа которые заболели тем что называется болезнь галатов и стали о себе говорит что они истинные иудеи говорят о себе что они иудеи но они не таковы они отошли от веры и простоты евангельского послания стали группой экстремиста и по всей видимости эти люди наверное принадлежали какому-то богатому сословию поэтому они могли манипулировать мнением и обличать тех которые в простоте веровали в господа ешуа и поэтому очень важно ни в коем случае не обобщать иудеев и общество сатанинское в данном случае это какая-то наверно талмудическая секта про которую господь ешуа говорит что они делают упор на заповедях 10 стих не бойся ничего тебе надо потерпеть вот дьявол будет вергать из среды вас темницу чтобы искусить вас и будете иметь скорбь десять дней будь верен до смерти дам тебе венец жизни имеющий ухода слышат что дух говорит общинам побеждающий не потерпит вреда от второй смерти стандартное окончание обычного послания каждой церкви примерно также звучит здесь есть побеждающий не потерпит вреда от второй смерти то есть вторая заключительная смерть это когда особенные грешники будут брошены в гиеном вечное какое-то наказание об этом сложно говорить и здесь дух божий говорит если вы веруете в ешуа если вы стандарта его который он предложил держитесь вам не будет вреда от второй смерти даже как бы не думайте об этом двигайтесь побеждаетесь и еще одна мысль вот здесь сказано дьявол будет ввергать из среды вашей в темницу знаете в еврейской культуре дьявол это обычно не какой-то отдельный личностный объект несущий зло дьявол или сатан на иврите это разные обстоятельства которые противостоят искушают нашу веру в более последующих занятиях я вообще хочу поговорить немножко о зле и принести немножко больше еврейское понимание этого аспекта потому что у многих верующих особенно из христианских общин сложилось или складывается такое понимание что бог и дьявол сражаются друг с другом на самом деле это не библейская картина господь бог он творец всего восседая над всем он использует и добро и зло и представителей ангелов несущих добро и представителей сатаны или сатан этих вот объединенных групп различных выражающих зло различных ангелов которые согрешили и всякие злые побуждения которые из нас ходят чтобы нас же исправлять обличать иной раз испытывать но главная тема исправлять в данном случае та же идея вас будет атаковать враг чтобы исправить не бойтесь 10 дней какой-то ограниченный срок и ты увидишь что ты победишь главное держи стандарта принципа будь уверен до смерти я уверен это наверное также слово для некоторых из вас которые думают почему эти обстоятельства вдруг на меня ополчились будь верен не смущайся просто соберись мыслями откинь какие-то вещи проанализируй свою жизнь может где-то грех покайся исправь может какие-то взаимоотношения с человеком с человеками с обстоятельствами и ты увидишь как божий мир и порядок приходит к тебе и защита восстанавливается ты продолжаешь двигаться дальше давайте закончим этот урок на этом 11 стихе и я желаю вам всем благословений от господа еще мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.gazis defis media.tv